ДИЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ Мы всю жизнь здесь прожили, вот я сколько жил, ни разу я не видел, чтобы кто-то приехал с дома управления, какой-то ремонт сделали, все, что делалось, это все своими руками. Брали доски где-то, там все разваливалось, крыша бежала, крышу сами соседи брали, перекрывали, там уже штукатурка отваливалась, брали доски, все это прикручивали, белили. То, что вот колеса вкопаны, покрашены, это все, мы сами сбрасывали с деньгами, покупали краску, девчонки выходили, все это красили, хотя бы, чтобы дети как-то, то, что вот это, сами песок привозили, это, чтобы хоть дети как-то играли. Андрей, не помнящий их с братом и мамой, живет в этом бараке уже очень давно. И о благоустройстве дома и двора всегда заботились сами. Но со временем внешний вид здания стал еще печальнее. Халатное отношение управляющих компаний довело дом до аварийного состояния. Барак начал постепенно загнивать. Построенный в 1930-х годах, этот дом спустя 30 лет, в буквальном смысле слова, по бревнушку, был перенесен с главпочтамта Центрального района Читы на это место. Имеется здесь 20 квартир и живут в основном пенсионеры, семьи с маленькими детьми и инвалиды. Жильцы этого дома готовятся к зиме, как к концу света. Из-за трещин в здании тепло из квартир уходит. Если вовремя не зажечь огонь в печи, спать придется с шапкой на голове. Пока раньше был более-менее дом, хватило одного раза. Мы топили на ночь, закрывали и более-менее к вечеру еще как бы тепло. Сейчас дом сгнил, приходится топить по два, по три раза в день. Потому что все венцы, все сгнившие делали ремонт, убрали плентуса. Вот мы в комнате, у нас угловая квартира. Убрали плентуса и прямо был просвет. Видно было улицу, приходилось все замазывать самим. Поэтому дом сгнивший, уже тепла, он, грубо говоря, не держит. Вот как дом в 57-м году построили, вот как бы сюда привезли, собрали. Вот как эти печи собрали, все. Никто их ничего не делал. Ну и представьте, внутри уже давно все, кирпичи полыгорели. Дом постоянно ведет, трещины все везде. Температура вот зимой какая держится в квартирах? У меня утром 8. Тепло не держит, и дом словно сам собирается куда-то переехать. Доказательства тому, вываливающиеся прямо из стен здания бревна. Лет 5-6 назад дочь полезла, открыла окошко на кухне, хотела помыть окно. Только распахнула, эти окна открываются на улицу. Вот она открыла окно, и вот эти бревна вывалили, она прямо чуть туда не улетела. Хорошо, что внизу в этот момент никого не было. Стукнула бы. Ну и что, дыра такая, два брена выпала. Пришлось нам искать, потому что управляющая компания тогда сказала, у нас нет бревен, у нас нет средств. Местные старожилы вспоминают, что еще 40 лет назад здесь можно было жить, а не выживать. Отхожее место регулярно чистилось, мусор вывозился, а дворник каждый день убирал территорию рядом с домом. Но все это осталось только в воспоминаниях. К туалету сейчас не подойти, а мусор начинает постепенно доходить до самого дома. Складывается впечатление, что управляющие компании, которые брали барак под свою опеку, ничем, кроме сбора денег, не занимались. И даже признание его аварийным не остановило платок платежных квитанций. Управляющая компания предоставляет плату нам за уборку мусора, уборку туалета. Туалет вообще не убирается, мусор вот видите какой. Осенью они отбежат, все льется, это плохо. Потом зимой, ой, все замерзно, мы не можем. Ждите, когда оттает. Тает до самого лета вот эта куча. Помойки всю жизнь. Раньше мы ждали 9 мая. Это у нас самый большой праздник был. Приезжали, чистили помойки, и целый год мы ждем, когда их почистят. На сегодняшний день, даже 9 мая у нас, никто ничего как не чистил, так и не чистит. Все это весной сейчас начнет оттаивать, вонь, и все это побежит на улицу Нечаева. Единственное, за сколько времени, единственное сделали, наверное, года 4 или 5 назад там туалет. Люди даже в туалет не могли сходить. В 2006 году по заключению комиссии этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу до 2019 года. Администрация Щиты, в свою очередь, оповестила жителей о том, что они будут расселены до апреля месяца этого года. Сейчас уже конец декабря, результатов никаких. Людмила Гурьева вспоминает, несколько лет назад у чиновников почти получилось расселить жильцов из ветхого барака. Но в самый последний момент что-то пошло не так. Впрочем, как и всегда. Мы после Нового года пришли за ключами, а они нам говорят, администрация не дает распоряжения, Москва не дает распоряжения переселять дом частично, надо полностью. А нас многие собственники не согласны. На КСК ехать или еще куда-то ехать. Я говорю, а почему? Переселили бы те, кто хочет. Еще одна интересная деталь. После признания дома непригодным для проживания, по закону жильцы перестают платить деньги за капитальный ремонт. Но не в этом случае. Здесь люди продолжали отдавать свои деньги неизвестно кому и непонятно за что. За все мы платили. Единственное, мы подняли шум, когда узнали, что за аварийный дом не должен платить, мы узнали в 2015 году. Вот. И написали заявление, и тогда по заявлению нас сняли соцснаем. То есть, а вот эти 9 лет, которые вы платили, куда деньги-то уходили? Не знаем. Потому что у нас только много было компаний, они менялись каждый год. Когда срок на расселение жильцов начал подходить к концу, а потом и вовсе просрочился, вместо переезда люди получили совсем не то, чего ожидали. Жили, значит, себе 12 лет, ждали переселения. Но дождались совершенно другого. В июле месяце этого года в почтовых ящиках стали появляться платежные квитанции по капитальному ремонту. Не понимая, в чем дело, люди начали узнавать, за что платить деньги, ведь дом считается аварийным. Оказывается, повторная экспертиза в 2018 году признала дом не аварийным. Получается, за 12 лет дом сам себя якобы восстановил. К нам начали приходить бумаги с капитального ремонта. Уже с задолженностью, что мы уже должны. У меня, например, 4 тысячи. Соседи пошли в капитальный ремонт. И там им предоставили бумагу, что он снят. Что была какая-то комиссия независимая. Никто никакой повторной комиссии даже в глаза не видел. Но, тем не менее, дому, по заключению невидимых экспертов, стало намного лучше. Отойдя от такого шока, собственники квартир обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Мы тоже не остались в стороне и решили выяснить, какая участь ждет проживающих по улице Нечаева, дом номер 6. Ответ города и ментерразвития края нас, конечно, чуть-чуть озадачил, потому что они вообще эту практику считают нормальной. Ну да, дом был призван аварийным. Но, как утверждает город, в основе решения комиссии, акта комиссии, лежала экспертная оценка организации, которая, по словам представителя города, он прямо сказал, с сомнительной репутацией. Мы считаем, что все-таки вопрос о сомнительной репутации уже возникает как руководству города, да, к тем должностным лицам, которые принимали решение по этому дому. Мы обратимся в адрес Минструя России, чтобы они нам разъяснили в отношении подобного рода практик, что нас беспокоит, помимо Нечаева 6, не станет ли это вообще постоянной практикой в регионе, что был дом аварийным, вдруг он становится неаварийным. Остается ждать результатов. По поводу заброшенных свалок и недоступных туалетов ОНФ тоже пытается решить эту проблему. Соответствующие бумаги уже направлены в надзорные органы и колесо правосудия скоро начнет крутиться в правильном направлении. Район КСК в последнее время очень сильно разросся. Это молодежный микрорайон, это девичья сопка и микрорайон номер 3. Людей, как и детей, становится больше, а проблема с детскими садами так и не решается. Мы наткнулись на одно интересное здание. В далеком прошлом оно являлось садиком. Сейчас же просто стоит без каких-либо признаков жизни. Уже несколько лет это здание не слышало детского смеха. До 90-х годов здесь был детский сад. Потом его переделали под реабилитационный центр для ребятни. А после он превратился в психиатрическую больницу. И, как рассказывают местные жильцы, года 2 или 3 это здание просто пустует. Был он какой-то медицинский, его закрыли, детей куда-то в другое место перевели. И вот 3 года, по-моему, он стоит так. И его удивляет так, между собой-то разговариваем, почему стоит там. Его места не хватает, а он пустует стоит. Он же там только ремонт сделать и все. Он же здесь уже садик был. Детский сад был? Ну, был сад, да. Да, вот, наверное, 90-го и закрылся он. Раньше все работало, считай. Ходили в садик, все нормально. Очень жалко, что все вот так вот разрушилось. Я не знаю, садик был неплохой. Стоит уже несколько лет и еще столько же простоит. Может быть, причина кроется в передаче здания из Министерства здравоохранения под контроль Минобразования. Кстати, еще летом министр образования Забайкальского края упоминал о том, что подобные строения будут брать под контроль и переоборудовать под школы и сады. На дворе зима действий никаких. Многие не понимают, почему этим зданием никто не занимается. Мы, конечно, не эксперты, но ведь можно было бы переделать его под детский сад, как это недавно сделали с приютом Надежда. Это бы разгрузило ближайшие сады и появились бы новые места для местных ребятишек. А пока мамам приходится возить своих деток в другие районы или пользоваться услугами частных садов. Мы уже направили запросы на имена министров здравоохранения и образования. Как получим ответ, сразу же расскажем вам о судьбе этого здания. В прошлых выпусках программы мы показывали плачевное состояние детских площадок Читы. Главной проблемой в решении этого вопроса является то, что большинство жильцов многоквартирных домов, чьи игровые площадки находятся в ужасном состоянии, не знают, каким образом добиться постройки новой и современной детской зоны для своих малышей. В Комитете городского хозяйства решение этой проблемы нам озвучивать отказались. Посоветовали пояснить зрителю своими словами. Ну что ж, попробуем. Чтобы в вашем дворе появилась качественная детская площадка, рекомендуем организовать собрание с управляющей компанией и общими силами найти решение этой проблемы. И чем больше жильцов выступят за строительство новой игровой детской зоны, тем лучше. Также существует муниципальная программа формирования современной городской среды, которая включает в себя благоустройство придомовых территорий, в том числе и игровых площадок. Финансирование на проекты выделяет федеральный бюджет, часть вносит счета и сами собственники квартир. Чтобы подать заявку для участия в программе, вам необходимо выполнить несколько обязательных процедур. Проще говоря, для включения в проект вашего двора вам понадобится согласие всех жильцов дома. Обязательным пунктом является и подтверждение оплаты услуг ЖКХ. Это тоже сыграет большую роль в создании детской площадки. Ну и одним из главных пунктов является готовность жителей активно принимать участие в организации. Конечным итогом станет заполнение заявки на участие. Пакет всех собранных документов, включая и сами проекты по реализации детской территории, следует отправить в Комитет городского хозяйства. Если вы горите желанием увидеть в своем дворе счастливую ребятню, резвящуюся на новенькой площадке, то непременно добьетесь желаемого результата. Более подробно ознакомиться с информацией можно на официальных сайтах правительства Забайкальского края. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, Ефим Тютюньков. Дежурны по городу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова